За пределами своей родины, Аргентины, танго становилось популярным в 40-е и 50-е годы. Чем же вызван повышенный интерес к этому танцу в наши дни, ответить сложно. Но то, что миллионы людей во всем мире всерьез увлечены им, факт неоспоримый. Аргентинская танго популярна сейчас во всем мире, в Челябинске, в России, в других странах. Сейчас этим занимается огромное количество людей. Это определенная танго-тусовка, как я называю это в Челябинске, это достаточно большое количество людей занимается танго. Вы можете приехать в любой город мира и найти адреса мелонг. Мы, в общем-то, так и делаем. Мы приезжаем отдыхать куда-то, мы ищем, где есть мелонги, мы идем и танцуем. Программа этого танго-вечера была невероятно насыщенной. Началось все с конкурсов, в котором приняли участие пары из Челябинска, Екатеринбурга и Москвы. Последние годы очень развивается вот это вот движение ПРОАМ. Это профессионал плюс любитель, как раз и бравиатура, которая сейчас популярна во всем мире, когда профессиональный танцор танцует в паре с партнершей, которая только начинает. Обучить, конечно, не сложно, это просто вопрос времени и, так скажем, желание человека научиться танцевать. У нас уже есть успехи определенные. Самое главное – это желание. Дело не в сложности и дело не в какой-то физической подготовке, а во внутреннем ощущении желания танцевать. И если это желание тебя не покидает, то все получится. И вся прелесть аргентинского танго – то, что оно не имеет ни возрастных ограничений, ни какой-то требует физической подготовки. Оно очень бывает спокойное, бывает ритмическое, разное, поэтому танцевать могут абсолютно все. Ну а чтобы у начинающих танцоров был живой пример для подражания, с показательным выступлением приехали чемпионы Европы по аргентинскому танго Юлия Буреничева и Сергей Куркатов. Стараемся всегда двигаться вперед, вперед, вперед. Вместе. Да, и на протяжении четырех лет прошла очень такая крупная работа, и вот в этом году мы выиграли чемпионат Европы. Для того, чтобы танцевать танго, женщине нужно научиться слушать партнера, а мужчине нужно научиться вести женщину. Это самое главное правило в танго. Если вы не слушаете друг друга, вы не сможете танцевать, несмотря на технику, которая у вас имеется. Это большая психологическая работа в паре. Эмоциональный фон этого вечера создавали музыканты всемирно известного соло-танго-орфестра. В России эта музыка среди музыкальных коллективов набирает все больше и больше популярность. Хочется думать, что мы тому виной. Мы просто были одним из первых коллективов, который на профессиональной основе в России начал выступать с музыкой аргентинского танго. Совсем недавно танго воспринимали как ретро-танец, который давно отжил свой Золотой век. Но сегодня танго вновь возвращается к нам. Правда, к его исконному аргентинскому стилю добавляется дух современности и космополитизма. Встречаем новую волну танго-мани.